Солнце светит всем Композиторов, артистов, писателей И пока народ способен видеть и слышать, любить, негодовать и трудиться Он будет жить в поисках свежей краски для совершенствования автопортрета Киргизы – древний народ Его автопортрет веками создавался в великом эпосе Монас В многочисленных сказаниях и легендах, песнях и мелодиях Но он все еще не завершен И завершить невозможно Его можно только совершенствовать Сделать еще привлекательнее и понятнее для других народов Фестиваль открыл секретарь ЦК Компартии Киргизии Медед Шеремкулович Шеремкулов Участников фестиваля приветствовал директор и художественный руководитель Театра Повшехни из Польской Народной Республики Богдан Павловский Киргизский театр оперы и балета имени Абделаса Молдебаева Балет-оратория «Материнское поле» Богдан Павловский Богдан Павловский КОНЕЦ 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 В предложенных айтматовым образных мышлениях и найденным им красках ожил яркими штрихами автопортрет киргизского народа. Разобраться в феномене айтматова стало задачей всеобщей и творческой, а не только национальной. В этом необходимость фестиваля. Вначале были сомнения, а надо ли проводить такой фестиваль. А сейчас это объективная необходимость нашего времени, чтобы действительно проводить фестиваль под телезом айтматов и театра. Потому что герои произведения айтматова действительно заняли такое прочное, такое многогранное, многообразное, многонациональное место в театрах многих стран, уникальный такой фестиваль, который проводится впервые у нас в Советском Союзе. Фестиваль дал уникальную возможность в одно и то же время смотреть и сравнивать разные сценические интерпретации одного и того же произведения. Скажем только по роману «И дольше века длится день» зрители увидели пять спектаклей. Из них два балета. Спектакль «И дольше века длится день» театра Лодзи Польской Народной Республики. Ото первые слова ваших детей. То есть «Наш дом». Ото первые слова, какие пишет твоё детство, Дзигей Иван Гердин. «Наш дом». А почему не «наше» «звыкинство»? Преще первым словом на устах каждого powinно быть, ну что, ну, сам помысль, что. Повинно быть «наше» «звыкинство». Может не? А почему ему не пришло это до головы? «Звыкинство» и «стали» «со нieroззеленные». Если так, то в первой kolejности нализано бы писать «наш Ленин». Потому что, мимо всего, Ленин стоит на первом месте. Мужим «стали» на «в домыслі», Ленин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Принимем, что этой rozmовы не было между нами. А теперь мне скажем, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кутыбайев утвердит, что его честь то слово казангапа и чаще всего твоя. Что это правда? Почти мне в оки! Что в этих машинах жадут люди в каких-то своих интересах, пивают рыбаку или вудку, разговаривают. Никого ничего не обходи, что в этой ситуации на миланце борану и буранны. Седаю я, фронтовец, в 44-м домобилизированный из-за контузии. В большом зале филармонии состоялась встреча с Чингизом Айтматовым, которая началась с ответа на вопрос о целесообразности и смысле подобного фестиваля и длилась более двух часов. Новый союз, театральный союз, который возник, как вы знаете, у всех нас на память, свежо на память, он возник где-то года полтора тому назад. И он так вот вдруг находит какие-то новые инициативы для того, чтобы нашу театральную жизнь, наше общество, ну, чтобы придать ей какие-то новые формы, новые возможности общения со зрителем. Тем более вы сейчас понимаете, что театр как таковой, и в данном случае в нашей стране, в нашем обществе, он переживает совсем непростые, а сложные дни в своей истории. И эти поиски, возможно, что-то дадут. Ну, вот вы меня просили как-то самоустраниться и посмотреть на это событие со стороны. Это очень трудно сделать, как бы я ни пытался, потому что так или иначе это связано все-таки с тем, что я тоже чувствую свою ответственность и тоже волнуюсь, честно сказать. Вот. И мне хотелось бы, чтобы идея этого фестиваля все-таки оправдала бы себя как можно больше. Тотсо Муцудузуки, доцент университета Хоккайдо. Меня интересует литература Айтматова в том отношении, что его литература включает в себя какую-то сущность. Это, по-моему, гуманизм, сильный интерес к современным проблемам и в то же время философские мысли. И мифы, и легенды отражают первоначальное мироощущение народа и человека. В такой момент его искусство меня прежде всего поражает и интересует. Смотрю спектакли по мотивам произведения Айтматова и просто чувствую сущность его искусства. Ленинградский государственный орден Ленина Академический малый театр оперы и балета предложил фестивалю балет «Легенда о птице Доненбай». Лишение человека памяти, его человеческого достоинства и превращение в манкурта. Короче, в чем корень жестокости? Можно ли излечить человека от его же собственных нечеловеческих пороков? Продолжение следует... Продолжение следует... Спектакль Киргизского государственного академического драматического театра «Коммунист Анабай Бакасов» по повести «Прощай, гульцары». «Прощай, гульцары» по повести «Прощай» по повести «Прощай» по повести «Прощай». «Прощай, гульцары» по повести «Прощай» по повести «Прощай». «Прощай, гульцары» по повести «Прощай» по повести «Прощай». Я славил этот танк. Хельвесом бергойся тэрсом. Рахмататься вас. Рахмат. Я хотел бы сказать, что этот фестиваль, с одной стороны, доставляет немало хлопот его устроителям. Я понимаю, сколько энергии, сколько усилий надо проявить, чтобы проводить его в заданной программе. Но, с другой стороны, я благодарен за то, что они сумели это сделать. И сейчас уже фестиваль в самом своем разгаре. «Пегий пёс, бегущий краем моря». Спектакль Тернопольского областного театра «Кукол» из Украины. Ты был в моей крови. И ты повторишь меня. А когда ты исчезнешь, ты повторишься в своих детях. Ты должен выплыть. Мы все этого хотели. Орган, Малагун. И я. Твой отец. Отец! Отец! Пёс! Он бежит мне навстречу. Великий, белький пёс. Это не мог нас ждать. Шуми, ветер, орган. Катите, волны, кеморгоны. Белький, 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 белький пёс. Сияет в краю неба. Сияет в краю неба. Влета, Ебраина. Белький пёс, Что бежит в крае моря. Я к тебе возвращаюсь. Один. Без открычка органа. Без океморгуна. Без отца моего, Эмраина. Где они? Где они? Прости у меня, Только дайте сначала Простите, вот и. Кизко понял. Что это и есть начальные слова его именной песни, с которой ему жить до конца его дней. Почему мы взяли к постановке произведения Чингиза Тарикола и Чаит Матова? Театр наш молодой, ему всего 8 лет, и актеры театра молодые, вчерашние выпускники училищ Еузов. Убежден, что актер может формироваться как личность, как художник, только на хорошей литературе. И еще потому мы взяли педого пса, что прочли это произведение как притчу, а притча очень близка к стилистике театра кукол. Айтматов знаменитый прозаик, мастер повествовательной литературы. Но тем не менее, самым театральным автором из современных писателей является он. Интерес к айтматовской прозе велик и в зарубежных театрах. В чем тут причина? Вот вопрос, над которым предстояло размышлять и разобраться на фестивале. Более 20 лет тому назад на сцене Казахского академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова был поставлен спектакль «Материнское поле», с которым также состоялась встреча на фестивале. Мухтара Ауэзова 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 Я бью газонгапы, что вас не полить. Не полить. Ой, ты подогей. Не полить. Не полить. Не полить. Занга, не ел китай, ман лапи. Че, че дам лапи, че дам лапи, че дам лапи, че дам лап. АПЛОДИСМЕНТЫ Айтматов на разных языках мира. Кто знает, может быть, подобные фестивали, фестивали, посвященные творчеству только одного человека, в дальнейшем станут традиционными. Но их дух и настроение останутся в нашей жизни как праздник, который всегда будет с нами. Каждый из нас ведь часть своего общества. Вот когда стабильная жизнь, спокойная не в том смысле, значит, угасшая жизнь там. Жизнь каких-то людей, потерявших энергию, трудоспособность, устремленность. Не об этом идет речь. Идет речь о стабильности. Где каждый имеет свое место, точное место, свое предназначение. Где он является мастером, где он является значительной личностью. И вот там он должен действовать. Кто-то на сцене, кто-то на газетной полосе, кто-то за столом пишет прозу. Кто-то сотворит свои скульптуры, кто-то сооружает эти прекрасные здания. Но каждый должен быть уверен, что время работает на него. Русский государственный драматический театр имени Хрупской. Спектакль «Плаха». А на каком же основании ты берешь на себя ответственность за нашу жизнь? В конце концов, каждый сам хозяин своей судьбы. Ты-то нам что за судья? Я вовсе не судья, я один из вас, но только что только. Только я осознаю, что над нами есть Бог, как высшее мирило совести и милосердия. Он же в нас. Он через наше сознание воздействует на нас. Ну и что нам? Что нам это дает? Ну-ка. Что? Но ведь благодаря силе разума человек властвует над собой как Бог. Но ведь что есть искреннее осознание порога? По-моему, это осуждение зла в себе на уровне Бога. А ты что ж нас Богом решил напугать? Сука! Что ты поднимаешься, сука, Бог? Зови твоего Бога! Что, что он услышит, спустится с неба? Ну-ка, выпей немножко. Уйди отсюда! Уйди отсюда! Уйди отсюда! Уйди отсюда! Уйди! Останови их, опер дорогой! Да ведь убьют, подсюда пойдет! Тут суд! Какой муюнку мог суд? Я здесь суд! Поднимайся, сука! Поднимайся! Так ты что же, сволочь, Богом нас решил напугать, да? Богом нам решил в глаза кого-то. Так нас Богом-то не напугаешь, сука. Что ж думаешь, Сталина нет, так он тебя и управление найдёт. Он же говорил, кто не с нами, тот против нас. А если враг не сдаётся, его убивают к такой-то матери. Так, ну да, сволочь, отрекись от своего Бога, понял? Я здесь сейчас твой суд, говори, Бога нет, ну! Есть Бога. Блин, я же говорил, ты ему одно, он тебе нарожь на другое, он... Ну, боголюбец, сейчас мы такое здесь тебе устроим, бег помнить будешь. Ну-ка, тащите его туда, живо! Потом, чтоб подхалился! Да живее, твари! Живее! Куда? Верёвку давай! Давай верёвку быстро! Жалко в этой вонючей степи ни гвоздей, ни крестов, а то бы мы его распяли! И вот так будет с каждым. Зарубите себе это носу, я бы всех перемешивал. Всех! Да так, чтоб язык, навык, и всю землю, как цепью, единым обручем охватил. Тогда бы никто слова против нас сказать не смог. Давайте, люди, беда грядет, пока ещё есть время, спасём учителя. Ещё один интересный спектакль «Желанный голубой берег мой» Якутского государственного драматического театра имени Оюнского, созданный по повести «Пегий пёс, бегущий краем моря». 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Нарынский областной музыкально-драматический театр имени Муратбека Рыскулова показал фрунзенцам и участникам фестиваля свою сценическую трактовку романа «Плаха». Девушки отдыхают. 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 Танец! 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 Могут? Могут? Могут! Да! Драматургия Драматургия — это особый жанр литературы, и мне думается, что там требуется особое дарование. Не случайно чистые драматурги, они, в общем-то, развиваются прежде всего в этом жанре и имеют натиснейший связь с театром. То есть их творчество связано единой цепью с театром. И очень многое у драматурга, наверное, зависит от того, как и чем живет театр. И наоборот, театр зависит от того, что делает, что может написать драматург. Я не отношу себя к драматургам, хотя хотел бы, конечно, относить себя, потому что я понимаю силу театра, силу, которая проявляется в каком-то мгновении, в соучастии многих людей. Ведь книгу каждый из нас считает порозен, интимно. А вот так вот в сообща, значит, проникнуться какой-то общей идеей и наблюдать, что происходит на сцене, и переживать это сообща, вот это совместное переживание, совместное восприятие, это великие мгновения в жизни человека, если так серьезно подумать об этом. И сделать так, чтобы это именно было великим сопереживанием, не так просто. Для этого надо большое мастерство. Мастерство, значит, изначально, которое должно быть в тексте драматурга, и потом уже все остальное, что связано с театром, с режиссурой, с актерами, с исполнением, вот до декораций. Еще одна выставка. Выставка по сценографии. И тут представлено немало театров страны. Опять обмен мнениями, размышления, попытка разобраться. Айтматов есть действительно склад в мировую культуру. Он как вулкан, как некое извержение плазмы, произошло какое-то складчатость и горообразование духа в этом месте мира в наше время. И вот Айтматов некая эсна, некий везувий пошел куриться, и одно за другим создает свои произведения. Киргизия, Киргизия, это действительно получается, как какой-то эпицентр Евразии. Это же в пространстве и во времени. Вообще-то Айтматов действительно писатель Евразии. В нем перекресток, если вдуматься, у него и восточные контексты, и индийские, и буддийские часто. И в то же время Европа, и вся европейская цивилизация также дышит в его, и русское дышит в его произведениях. И дольше века длится день в сценическом толковании Вильяндинского драматического театра «Угола» Эстонской ССР. Вильяндинского драматического театра «Угола» Эстонской ССР» Эстонской ССР. Вильяндинского драматического театра «Угола» Эстонской ССР» Эстонской ССР. Эстонской ССР. Эстонской ССР. Эстонской ССР. Эстонская 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 ССР. завершился. Вопреки желаниям и высказываниям некоторых скептиков, он не стал шумихой, тем более восхвалением. Он превратился в творческое общение и изближение деятелей многих театров. Наверное, поэтому грустным было и расставание. Фестиваль Айтматов и театр нам дорог, потому что он стал новым штрихом к автопортрету киргизского народа. И это верно, потому что кистью Айтматова киргизский народ свой автопортрет пишет ярко и талантливо. Айтматова киргизского народа.